Все разбирать, поэтому не переживай. Начнем мы с такого простого упражнения. Это мы с тобой будем из каких-то слов составлять историю. То есть по одному слову. Я говорю одно слово, ты говоришь одно слово. И мы вот так вот с тобой составляем некую какую-то там историю, какая у нас получится. Хорошо? Слушай, так сегодня что не надо было видео? Это я так пыхтела. А надо было на следующее занятие? Нет, нет, нет. Надо было на это. Но ты там написала, что у тебя там не получается. Нет, интервью не получилось. Я вот эту последнюю секунду уже пыталась вот эту амнезию снять, потому что у меня тут немножко каламбур был. Все, в среду все снимешь. У нас осталась эта последняя неделя. Сейчас мы на кастинг с тобой поработаем. А потом уже в среду мы с тобой видео тогда разберем. И в пятницу у нас будет с тобой экзамен. Все, я вот тебя спрашиваю, что такое сценическая задача. Буду давать, может, монолог. Ты мне сразу будешь говорить, где сценическая задача, сколько здесь тактов и действий и так далее. Так, поехали. Тогда первое. Значит, я говорю какое-то слово, ты продолжаешь. И наша задача с тобой составить хороший рассказ. Хорошо? Хорошо. Так, поехали. Значит, вчера. Я. Пошла. Гулять. Но. Погода. Была. Ну, такая, не очень. Одно слово. Такая, я говорю. Значит, южная. Какая? А, в южная? Вау. Окей. А. Холодно. Мне. Было. И. Я. Пошла. Пошла. Да, если у меня было холодно, куда бы ты я пошла. Костя. Это одно слово? Да, да, нормально. Там. Я. Встретила. Свою. Любовь. Так, дальше. Я. Его. Была. Чего ты, что ты сказала? Я была, ну, очень рада, очень честно. Я была. Я была? Да. Я была в эйфории. В эйфории. Круто. Мы. Остались. Гостей. Точно. Интересная история. Так, ладно, все, поехали дальше. С этой историей закончили. Тут понятно, что мы с тобой молодцы обе. Итак, смотри, значит, на кастинге по рекламе там в основном происходит так. То есть мы поворачиваемся в фаз, потом улыбаемся на камеру, затем другой, смотрим серьезно, да, потом показываем руки сзади, там, спереди, и обычно спружимся вокруг себя. Ну, перед этим говорим, здравствуйте, меня зовут Лара, мне 44 года, и все, и там показываешь, там, ну, подсказывают обычно фаз, профиль, руки, повернитесь вокруг себя. Тут страшного ничего нет, но то, чтобы ты знала. Затем дает какое-то импровизационное задание, которое ты должна сделать. Ну, вот, допустим, сейчас я говорю, Ольга, вы, идет дождь, и вы под дождем. Ищите место, где бы спрятаться. Дождь прошел. Но вас облила машина. Вам стало грустно. Вот это была игра, ну, ладно. В общем, поняла, да, принцип, примерно? Ты должен что-то показать. А сейчас я вас, уважаемая Оля, попрошу прочитать нашу Таню в грусти. Которая плачет? Да. Наша Таня громко плачет. Ольга, я не вижу ваше лицо. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет речке мяч. Ага, а теперь солнце мое. Помнишь, мы с тобой говорили, что у нас все равно должно быть по нарастающей. То есть, если человек плачет, то в конце у него должна быть истерика. Помнишь такое? Истерика? Ну, то есть, мы никогда не делаем одинаково. Если у нас начало в радости, то закончим мы грустью. Если у нас начало грустное, то закончим мы в радости. У тебя грусть была. Да, у тебя была грусть, я поняла. Но если у нас грусть, то мы можем перейти в истерику. Можем? Да. Можем. То есть, никогда, запомни, как тебе дают задания только, ты сразу понимаешь, что ты все равно должна перейти на более высокий уровень. Поняла меня? Да. Давай, грусть. На камеру смотрим только, обязательно. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка. Плачь. Где утонет в речке мяч? Вот, посмотри второй вариант. Он у тебя намного лучше получился. Поняла? То есть, прямо мы никогда не делаем ничего. У нас или вот так, да, или мы в конце уже можем там даже слезу пустить. Да, если мы в грусти, в печали, если ты можешь быстро заревести, то ты, соответственно, сразу даже пускаешь слезу. Отлично. Теперь ты сидишь на стадионе, ты болельщица. Ну, пожалуйста, болеем по футболу. Динава, молодец! Класс! Можешь меня на вперед! Ну, я кроме Динава просто ничего не знаю. Я не про это сейчас. Что я говорила в самом начале? Вот недавно, пять секунд назад. А пять разное должно быть? Конечно. Ну, сначала, вот здесь что мы можем сделать? Элементарно. Какую историю? Что мы вот болеем, болеем. Вот он, вот он. Сейчас забьет. Гол, гол, гол. Сейчас вот забьет. Да, то есть мы, наша задача, допустим, начать, что мы, ну, 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 гол, да? Ну, 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 молодец! Да, или, допустим, ну, тут мы уже режиссеры спрашиваем, в итоге забивает он гол или нет. Да, мы можем же спросить, правильно? Нам говорят, если не забивает, то мы тут, соответственно, мы не сразу концовку играем. Да, что мы знаем уже, что, допустим, не забивает. Наша задача просто показать, что мы реально, мы не знаем, что сейчас произойдет. То есть в любом случае мы... Ну, 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 ну... Козел! Да, то есть уже тоже у нас смена эмоций получилась. Поняла? Давай сейчас попробуем. У нас не забивает гол. Я тебе не верю, конечно. Что ты, да, Мэда, прямо вся такая зла. У тебя глаза-то смеются, улыбаются. Что я делаю, да, сижу на стадионе вообще тут? Так, хорошо. Хорошо, теперь, значит, смотри, очень часто мы сейчас на кастинг по рекламе, да, потому что если там пробы какие-то на фильм, то это называется пробы, то есть нам там дают текст. Мы будем сидеть и разбирать этот текст. На кастинг же по рекламе у нас полностью идет импровизация, потому что мы зачастую не знаем, что нам предложат. Ну, там, если есть слова, там, конечно, выкидывают слова, но в основном вот это вот мы не знаем, что там происходит. И страшно, в принципе, по идее здесь ничего нет. Вот. И заодно мы с тобой, так сказать, отрабатываем упражнения на импровизацию. Сейчас мы с тобой быстро, то есть я буду тебе говорить... Чего я тебе буду говорить? А, я тебе сейчас буду быстро говорить эмоции, ты мне быстро показываешь. То есть долго там не надо думать. Хорошо? И важно, если там будет эмоция, которую мы с тобой не делали, это тоже не важно. То есть твоя задача – работать. Хорошо? То есть не говори там в камеру, то есть режиссер говорит, что вы знаете, а я не знаю, как это делать. Да? Поняла меня. Готова? Так. Позитив. Раздражение. Грусть. Сарказм. Деловая женщина. Как? Деловая женщина. Бизнес-леди. Угу. Так. Ну и... Сарказм. Было же. Было, да? Да. Я сказала, сарказм. Что? Вот. Поняла? То есть не надо... У тебя режиссер, а ты такая режиссер, ну, было же. Что режиссер сделает? Он тебя просто вырежет. Поняла, да, меня? Поняла? Да. Молодец. Отлично. Так что, нормальная эмоция, да? Да, нормально. Умничка. Так. Ну, потом можешь посмотреть и сама еще плюсом себя оценить. Так, дальше поехали. Смотри. Я тебе сейчас буду кидать опять же упражнение. Ну, то есть что я хочу увидеть, да? Ты будешь делать. Твоя задача. Опять же, мы не переспрашиваем режиссера. Мы не уточняем режиссера. Мы просто делаем, как понимаем. Хорошо? Потом, поэтому там немножечко объясню. Поехали. Бу-бу-бу. Мне надо сделать бу-бу-бу? Да. Вот что ты делаешь? Тебе дали задание. Бу-бу-бу. А, это уже задание. И делаешь до тех пор, пока я не скажу следующее задание. Поняла? Да. То есть твоя задача продержаться. Давай. Давай. Отжимаемся. Вы первый раз едете за рулем машины. У вас накрашены ногти, и вам надо достать ключ из кармана. Мы танцуем. К вам приставили нож в горло. Вы занимаетесь тайским боксом. А сейчас я попрошу вас улыбнуться в камеру. Поняла. Молодец. Умничка. Единственный минус. Даже отжимания и то сообразила. То есть руки у нас остаются вот на одном уровне. Вот мы получаем. Мы только телом двигаемся. Руки у нас на одном уровне. Когда женщина красит ногти. Ну, сейчас она, конечно, обычным лаком не красит. Но что мы делаем, когда у нас только накрашены ногти? Молодец. Вот сделала бы всего этот джесс, да? Нет, так не ключи надо было достать. Я же уже... Да, да. Но смотри, солнце. Надо было еще оценку дать, да? Блин. То есть ключи-то я забыла. Вот если бы еще оценку дала. То есть потом... Да. И еще раз тут можно, да? И как уж могу, так достаю. Правильно? Молодец. Умничка. Дальше. Делаем так. Ты сейчас говоришь быстро там, ну, свою визитку. Да? Я тебе могу даже время дать немножко подготовиться. Значит, ну, как обычно, добрый день. Меня зовут, имя, фамилия, да? Рост какой-то столько-то лет. Рост 154 сантиметра, 44 года. Затем твоя задача ровно минуту, я засеку по времени на телефоне, уложиться и рассказать страшную историю. То есть смотри, вот ты сказала визитку, дальше здесь лучше всего, то есть ты же переходишь уже на другой этап, лучше всего опустить глаза, приготовиться и как бы поднимаешь уже взгляд на камеру, начинаешь рассказывать какую-то страшную историю, которая, неважно, произошла с тобой, ты ее придумала сейчас. Главное, чтобы я не поняла, что ты ее реально придумала. Главное, чтобы я понимала, что ты реально, ну, если у меня еще мурашки пойдут по телу, то это будет вообще замечательно, да? Вот. Ну, наша цель в этом, да, скажем так. Но ты мне рассказываешь ровно минуту, ты должна уложиться и рассказать страшную историю. Укладываешься хорошо. Если не укладываешься, я вот так вот сделаю, но это не значит, что надо все закончить, да? А ты плавненько заканчиваешь. Вот. Если укладывается, будет замечательно. Теперь твоя задача придумать нашу страшную историю. У меня была история с детства. Вот, подожди. Да. Не знаю, какие на самом деле тогда были эмоции, но сейчас прям вот можно это разыграть, как это жуть. Поехали тогда. Сначала представляешь себя на камеру, и потом страшная история. Давай. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Награняк. Рост 158 сантиметров, размеровый 36, размер одежды 46. Когда-то в детстве мы с ребятами решили пошутить, и мы залезли в подвал, это было в деревне у моей бабушки. там мы вызывали двухов. Это было жутко, когда мы спустились вниз и изображали какие-то действия, и вот эти ощущения, они незабываемые. Хотя, может быть, тогда это казалось игрой, мало кто в это верил, но в памяти остается что-то не очень приятное, и не хотелось бы, чтобы дети таким занимались. Очень не рекомендую. Все, да? Чем таким дети занимались? Я ничего не поняла. Вы в твоей истории... Духа вызывали. А? Духа вызывали. А, ну так в таком случае смотри, у тебя есть одна минута, замечательная минута твоего времени. Сначала сделала молодец, умничка. Страх молодец, состояние, то есть ты его сдерживала, ты не показывала, что тебе там страшно, но в твоей истории смотри. Помнишь, мы работали с тобой эмоции, делали через акценты. Вот смотри, что здесь можно было в этой истории, делать большие паузы, ничего страшного бы не было, да, то есть в таком случае я могла бы начать так, что однажды мы зашли в старый подвал, да, можно было паузу сделать, или начать с паузы, да, и начали вызывать духа. Доска начала пикаться, мы завещали, услышали где-то там скрип и выбежали из подвала. Можно было так рассказать? Картинка у тебя в голове нарисовалась сейчас? А потом вот посмотри, у тебя было много вот этого вот бла-бла-бла-бла-бла, что я ничего не поняла. Я тебе рассказала по акцентам. В подвал зашли, начали вызывать духов, начала двигаться доска, мы услышали там шорох какой-то и выбежали из подвала. Ну и там я могла дальше продолжить, что у нас тряслись руки, ноги, а потом буквально через секунду мы услышали в подвале какой-то взрыв. И об этом мы никому не рассказывали, допустим. Или там, допустим, звук. Идите сюда. Вот, что-то можно было в этом роде, да? Можно было придумать и, то есть, фантазию какую-то сделать. Вот. То есть, это твоя работа была. Давай еще раз попробуем. Хорошо? Уже без визитки, без визитки у тебя все было хорошо. Просто сейчас расскажи, мне страшно. Все. Однажды дома я слышала странный звук. Это было ночью, мы вышли в коридор и это было жутко, когда мы, стоя на своих ногах, ощущали вибрацию, когда просто как будто стены тряслись. Но это на самом деле даже не было землетрясения. Это как какие-то барабашки, которые нас очень сильно напугали. И это продолжалось какое-то время и до сих пор очень жутко об этом вспоминать. Коротко, ясно и понятно, да? Но я бы тут немножко добавила, что сначала мы подумали, что это землетрясение. Вот. Да? А потом... А то в том, что это реальная история. Это реальная история. Это мы не подумали, что это землетрясение, потому что был просто стук, стук, стук. Когда мы встали, то есть тряски не было, но когда мы встали и вышли в коридор, мы стояли, и у нас вот так вот вибрировал под ногами пол. То есть не то, что что-то тряслось, а мы прыгали. Вот. То есть надо было сказать, что сначала был стук, а потом мы прыгали, вот и все. Поняла меня? Да. Мы были барабашки. Если был стук, понятно. Мы-то там тряслись, тоже понятно. Поняла? То есть наша задача, когда мы рассказываем, вообще хоть что мы рассказываем, хоть ты подруге рассказываешь, хоть ты со мной работаешь, всегда должна быть акцентами, надо говорить, для того, чтобы у собеседника, то есть воду вообще надо убирать, чтобы у собеседника воображение стало работать. Мы должны говорить четко, ясно и понятно, конкретно акцентом. Все. И у меня пойдет картинка работать, я это увижу, мне будет Олею интересно слушать, и я начну тебя слушать. А когда человек вот так вот начинает воду лить, вот так сидишь и думаешь, когда же ты закончишь-то? Поняла меня? Дальше. А, и смотри, еще очень важный момент. А, вот это вообще всегда интересно, да, если ты хочешь заинтриговать, вот как в корреспонденте, или как, допустим, в интервью. Можно. Вот, если я готовлю интервью, или мне сказали заранее, я могу прописать, вот я скажу первое вот это, второе вот это, третье вот это, четвертое вот это, пятое вот это. И затем я беру конец и перетаскиваю его в начало. Для того, чтобы, даже элементарно, мне режиссер там скажет, вот надо снять, Лара, какую-нибудь страшную историю, чтобы ты рассказала, да. Я понимаю, я пишу по пунктам, да, и я когда смотрю на камеру, я просто элементарно начну, допустим, вот с того. Сегодня ночью мы увидели покойника. Или спать была обычная ночь. я просыпаюсь от того, что кто-то дышит над ухом. Я открываю глаза, там белое, все белое, и такие пакли волос прямо над мной висят. Я так, а-а-а-а! И человек рядом, который со мной спал, он проснулся, и это чудище просто исчезло. Поняла, да? То есть я сначала заинтриговала, а потом рассказала свою историю. Все. То есть вообще можно иногда реально начинать с конца, и это будет интереснее намного. Поняла меня? Чего? Да, нет, нет. Да, ну, блин, да. Ну, это надо тренироваться. Ты можешь... Давай я даю тебе домашнее задание. Ты мне придумываешь три истории, друг за другом снимаешь, да? Три каких-то маленьких истории, то есть больше не надо, вот как мы сегодня с тобой сжато так, да? И начинаешь эту историю с конца рассказывать. Хорошо? Да, ты, не я же. Нет, это же страшная история. Да, нет, любые можешь истории взять. Можешь веселую взять, можешь грустную взять, ну, даже вот по эмоциям разную. Можешь изумление взять. То есть набирай любую эмоцию, какая тебе больше понравится. Три маленьких рассказика в определенной эмоции, но начинаешь с конца. То есть, допустим, если я выхожу замуж, да, вот я начинала, то есть я выхожу замуж, но как мне сделали красивое предложение, да? Поняла меня, да? Так, отлично. Дальше поехали. Теперь мы с тобой делаем следующее. Мне осталось жить 20 минут. То есть, я тебе сейчас, мы на кастинге, я режиссер, я тебе говорю. Вам осталось жить 20 минут. Вы находитесь в комнате, которая заполняется водой, но стоит перед вами камера. Вы знаете, что последние ваши слова их передадут вашим близким. Вы сейчас должны будете сказать, ну, что бы вы хотели сказать последними вашими словами. Соответственно, 20 минут, то есть, сценическое время учитываем. Не надо здесь 20 минут разглагольствовать и так далее, тому подобное, да? То есть, эти 20 минут у нас сокращаются, соответственно. Все. Минуты или секунды? Минут. У тебя 20 минут. Идет запись. Твоя задача попрощаться со своими близкими людьми. Ну, я не знаю, что ты захочешь попрощаться или наоборот. Не знаю, не знаю. Просто вот последние твои 20 минут жизни, что бы ты сказала, если тебя увидят твои близкие люди? Работает. Я не знаю. Ну, в зависимости от того, какая история. Мне сейчас сложно. Стоп. Мы на кастинге, поэтому коротко, ясно и понятно. Я режиссер. Мне нельзя это говорить. Ну, если ты меня сейчас видишь, я хочу, чтобы ты знал, что мне было хорошо с тобой. Но, в жизни так бывает. И сейчас нам пришло время расстаться. Будь счастлива. Молодец, Молодец. Умничка. Умничка. Вот знаешь, что мне нравится в двух вариантах вот ты делала страх, и ты сейчас вот эти делала 20 минут, у тебя, понимаешь, у тебя на сопротивление шло. То есть, у тебя все внутри оставалось, а снаружи ты работала. То есть, умница, вот это высший пилотаж актерский. Поняла? Когда мы не вот это вот показываем, ты знаешь, я скоро умру. Да, а когда мы перебарываем вот это вот, и мы пытаемся, чтобы человек, который будет это смотреть, что он понял, что, ну, как бы, чтобы он потом вот этим не мучился, что, в принципе, ты, может быть, даже где-то была счастлива. Что у тебя хотя бы есть такая возможность вот эти вот 20 минут что-то сказать, что-то пожить. Молодец. Умничка. Поэтому наша Таня, мы переходим. Ой, молодец. Ты мне сегодня просто радуешь. Давай попробуем. Я последние 15 минут уже. Наша Таня громко плачет. А, мы читали в грусти, да, в радости читали, правильно ведь? Не, в радости, не помню. Давай нашу Таню сейчас прочитаем в радости, и потом еще сделаем кое-что. Давай. Наша Таня в радости. Ой, такая я вся зареванная. Какая радость. Давай, давай, давай. Вот в чем фишка актеров. Таня громко плачет. Уронила крючку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Нет, Таня крючки мяч. Ага. И опять запамятовала. Ну вот что мне с тобой делать? Мы начинаем, допустим, в тихой радости, а заканчиваем... Не получилось? Я вроде и играла. Нет, нет, у тебя все ровно опять пошло. Вот понимаешь, вот в начале мы это делали, и ты опять вот забыла. Давай еще раз. Я просто так у меня получилось, я помню. Это не ко мне, у меня так просто получилось, мы по-актерски работаем. Давай. Наша Таня громко плачет. Вронила в речку мячик. Ишу Танечка, не плачь. Да не утолит в речке мяч. Ну ладно, будем считать хорошо. Теперь давай-ка мне, пожалуйста, прочитайте нашу Таню от имени Плеча. Кого? Плеча. от имени. От имени Плеча. Наша Таня громко плачет. Вронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утолит в речке мяч. А теперь от имени Пупка, пожалуйста. А тут можно ровно, потому что не получается. Да, да, нет, да, да, потому что, смотрите, ты ее так поняла, сконцентрировалась на плече, правильно? Ну да. Молодец. Вот, раз у тебя так плечо рассказывало, то это твое плечо так рассказывалось. Вот. А я не могу сказать. Молодец, молодец. Теперь от имени Пупка, пожалуйста, расскажите мне. Да. Наша Танечка громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Молодец. Я живо завибрировал. Молодец. Умничка. Умничка, Ольга. Умничка. Теперь смотри. Значит, мы сейчас с тобой поработаем с эмоцией страх. Ты мне на среду тоже снимешь видео, прямо сделаешь там этюд целый. Я тебе скину, девочка у меня одна сделала такой замечательный этюд на страх. Тоже с Украины. Вот. Поэтому ты мне сделаешь. Значит, эмоция страх. Смотри, это легкий вариант эмоции страх. То есть мы сейчас, чтобы нам быстро в него входить, а не ждать там, когда... Если ты для кино будешь снимать, то ты, соответственно, там будешь прописывать, все это выписывать, да, у тебя там будет работа целая происходить. Но наша задача, мы сейчас на кастинге, чтобы нам быстро показать эмоцию страх, да, и чтобы ты быстро сняла этюд, не забывая все построение предыстории, кульминации, финал, да, что мы вот так вот идем, что у нас идет, значит, начало, допустим, слабый страх, там мы вообще умираем, условно говоря, да. Значит, смотри, страх у нас на чем строится? На самосохранении, то есть мы боимся, что с нами сейчас что-то случится. Скажи, пожалуйста, что ты боишься в жизни? Как бы определенного у меня такого особо нету, но у меня они какие-то все подсознательные, скрытые больше. Смотри, собака, пауки, жуки, змеи. Да, у меня когда была история, когда я увидела, по-другому стены, как поразнула. Отлично, только смотри, когда мы делаем эту эмоцию, страх, у нас не один паук, их миллионы, которые идут на нас, то есть мы получается, понимаем, что сейчас мы умрем. Все. То есть сейчас ты мне ее покажешь, потом я тебе вышлю этюд, вот подумаешь, как бы тебе интересно сделать этот этюд, поэтому ты сейчас смотришь на камеру и представляешь, что со всех сторон просто они на тебя идут. Все, тебе деваться некуда. Молодчинка. Даже финал мне сделала. Умница. Даже финал. Оля, ты где? Я никто не съел. Даже финал мне сделала. Молодец. Я прям тобой сегодня горжусь, так скажем. Да. Так, вот мы, в принципе, все с тобой уже сделали. Мы с тобой прям молодцы. А, давай вот еще сейчас сделаем быстренько. 10 секунд тайм. Сейчас я опять же засеку время. Да, мы сегодня с тобой прям по времени работаем. Ну, ты укладываешься. Молодец, ты чувствуешь время. Так. 10 секунд. За 10 секунд ты мне должна будешь сделать актерское мастерство. То есть, ты можешь признаться в любви. Ты можешь за 10 секунд умереть. Ты можешь, что мы еще можем за 10 секунд? Признаться в любви за 10 секунд? Да, мы можем признаться в любви. Мы можем, я не знаю, что мы еще можем. Поругаться с кем-то можем за 10 секунд. Правильно? То есть твоя задача уложиться в 10 секунд, и в 10 секунд, значит, мне показать свое актерское мастерство. Опять же, мы понимаем, что у нас должно быть полярности, да, у нас должны быть обязательно полярности. Вот, готова? Придумала тему, какую ты будешь делать? Ой, ну, про любовь. Про любовь. Отлично. Так, я сейчас скажу, внимание, начали, и 10 секунд твоей работы я остановлю, да. Я остановлю, мы заканчиваем, хорошо? 10 секунд надо уложить. Договорились? Так, начали. Я очень счастлива, что ты появился в моей жизни. Ты просто невероятный, и мне очень нравится. Все, 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 12 минут, да, поняла. Давай еще раз попробуем. То есть укладываемся в 10 секунд, уже поняла, сколько, да? Не разглагольствуй там 2 часа. Можно сделать просто, знаешь, элементарно паузу и ждать, что ж ты мне. Отлично. Можно вот так вот еще. Давай, внимание, приготовились, начали. Я люблю тебя, и я благодарна себе за эту встречу. Ага, молодец. Все, умничка. Остановились. Замечательно. Олечка, твои сегодня победы. Ой, меня столько расхвалили сегодня. Я так старалась. Это все мои победы. Класс. Ну, да, я хотела выполнить это домашнее задание, конечно. Ну, блин, реально. С этим, с интервью... Не, ну, победы, да. То, что у меня получается, то, что я вот научилась переключать, это, конечно, очень круто. Вот. То есть, это уже все, как бы, наработки уже этого самого курса. Получается, вот, мне сложно было включить другого человека. То есть, я вот где сама, там, ну, стараюсь как бы что-то где-то как-то делать. Вот. А начала искать кого-то, вижу, один отвалился, один отморозился, один там с камерой не дружит. У одного там дети бегают, там еще что-то. Ну, девочка одна очень интересная была, хотела с ним встретиться. Она, короче, тоже там отвалилась. Вот. И я вот немножко это и растерялась. Вот. У меня сейчас даже вариантов нет других. Я поэтому... Ну, если не запишешь интервью, ну, время до среды есть, то ничего страшного. Ладно, прощу я тебе это, как говорится. Все хорошо. Я на... Смотри, сейчас, как после занятия, я тебе скину это интервью Лисяну Тяшевой и этого мальчика, кстати, он из Краснодара, который танцевал с помадой. Там полностью будет его номер. И вот где она уже берет интервью. Поэтому посмотри. Это будет, я думаю, тебе интересно. Вот. И скину тебе этюд на эмоцию страха. Ты мне этюд сними обязательно. Хорошо? Договорились? Вот это типа этих пауков? Сберешь этих пауков, но придумываешь свой этюд. Хорошо? А ты сказала, это был этюд или нет? У тебя сейчас был этюд. То есть, ну, такого плана, да? Да. Да-да-да-да-да. Хорошо? Смотри, значит, домашнее задание. Три истории, начиная с конца. Тему я придумаю. Этюд, видео, этюд страх. И еще что? И Лисяну Тяшеву посмотришь. Ну, посмотри. Ну, и то, что должна была скинуть. Снять, да, кроме того. Да. Потому что в среду у нас с тобой последний урок по практике, где ты будешь работать на камеру. Вот. Если у меня там что-то не щелкнет, то в пятницу у нас с тобой уже экзамен. Хорошо? Все. Давай, Олечка, я тебе сейчас все вышлю. Хорошо? Хорошего тебе дня. Благодарю за занятие. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok